Здравствуйте, уважаемые коллеги! Искренне рад вновь видеть вас на своих мини-лекциях, которые я посвящаю замечательному учебнику, замечательных авторов. Конечно же, мы продолжаем говорить о моем любимом учебнике звездный английский, Starlight. Вы помните, что девизом мы выбрали вот это знаменитое латинское крылатое выражение перас-перадастра. И сегодня, когда мы будем говорить именно о том, как мотивировать ребят, как формировать устойчивую мотивацию школьников при изучении английского языка, мне кажется, вот как раз ОМК, звездный английский, звезда, перас-перадастра, через терния их звезды, во многом дает уже ответ. Да, этот процесс будет непростой. Формировать устойчивую мотивацию у ребят очень сложно. Но вот работая более 30 лет со своими ребятами, с моими лингвистами, я точно знаю, что есть много лайфхаков, есть очень много важных моментов. Это и, конечно же, сам учитель, его харизма, его какая-то увлеченность, заинтересованность. Но вы знаете, как здорово, когда тебе еще помогает и твой друг надежный. Конечно же, это учебник. И вот то, что я 10 лет последних так тесно подружился со Старлайтом и не представляю свою работу без этого замечательного ОМК, это во многом тоже таким является ключевым моментом того, что я все-таки считаю, что у моих ребят не ослабевает с каждым годом, а мне кажется, даже больше возрастает вот эта мотивация, вот этот интерес к изучению английского языка. Ну, потому что, если вы так просто полистаете учебник Старлайта, посмотрите его, то вы увидите, что он действительно насыщенный учебник. Учебник, в котором масса всего, много нового, интересного. И вот этот принцип новизны, мне кажется, для современного школьника, для современного поколения 21 века играет безумно важную роль. Они хотят всегда что-то новое узнавать. Да, кажется, сегодня мир интернета, он такой большой, безграничный. Но когда это как-то сопрягается и с тем, что ты можешь чему-то и научиться одновременно и узнать что-то новое, то есть постоянно быть вот на такой волне высокой, на ее гребне, постоянного какого-то такого мандража, открытия, знакомиться с чем-то новым. Мне кажется, вот как раз учебник Старлайт вот этот момент поймал. И мотивация здесь, если вы работаете с учетом всех этих вещей, именно с учебником Старлайт, у вас она легко будет формироваться, потому что по-другому нельзя. При этом не ставьте себе целью, вот если вы работаете с этим учебником, постичь в нем все. Тогда вы точно, ребят, демотивируете, а не смотивируете, потому что учебник содержит еще очень важный принцип, о котором я уже рассказывал. Это принцип избыточности материала. Это совершенно правильно, что материала больше, чем нужно. Слов кажется вообще просто, ну вот миллион внутри учебника. Не бойтесь этого, проходите, отрабатывайте то, что предлагает непосредственно разворот, рабочая тетрадь, двигайтесь дальше, не останавливайтесь на месте, оглядываясь как бы назад, типа вот я не усвоил, я не прошел. Есть такое понятие же отсроченный результат, да? И это будет нормально, если ребята, ну не сейчас, а впоследствии, вот эти выражения, эти слова действительно усвоят. Поэтому я стою на этой позиции совершенно спокойно. У меня нет такого понятия, давайте выучим на уроке какое-то определенное количество лексических единиц, особенно в старшей школе, в девятом, в десятом, в одиннадцатом классе. Нет. Мы продолжаем изучать английский. Это главный наш такой вот эти вот курс, да, в котором мы идем дальше, развиваясь и двигаясь вперед. А все остальное к нему прилагается. В том числе, и вот эта богатая лексика, которая иногда отпугивает некоторых учителей в учебнике Starlight. А на самом деле это здорово. У вас есть возможность погрузиться просто в увлекательный мир английского слова. И современный английский, ну, это очень сложно вот подобрать в учебнике, чтобы вот все было вместе. Мне кажется, в учебнике Starlight это удалось. Поэтому я действительно желаю вашим ребятам вот полюбить мир английского через учебник Starlight. И этот мир, что называется, постоянно для себя открывать дальше и дальше. мы сегодня с вами, конечно же, в первую очередь поговорим о том, какие есть такие вот фишки, задания, которые прямо наглядно доказывают, что учебник, учебник соответствует вот этой своей главной задаче. Поддержать интерес. А как поддержать интерес, мне кажется, у современного ребенка, у современного учащегося? Это значит, важный принцип соблюсти, принцип дифференциации, требований к подготовке ребят. Ну, разные они у нас все с вами. Они абсолютно, вот действительно, такой, знаете, вот просто срез разнообразия. И поэтому в учебнике четко прописана вот такая возможность. Прямо четко проглядывается, просматривается. Ученик научится, и ученик может научиться. Помните про это, коллеги, всегда. И на примере учебника Starlight вы это хорошо можете увидеть. Мне еще хочется раскрыть секрет этого учебника, который содержит так называемые мои любимые 4К, которые, ну, мне кажется, тоже будут являться мощным оружием, таким вот инструментом в работе учителя, если он хочет действительно ребят постоянно вот держать вот в этой мотивации, в этом желании что-то новое узнавать и открывать в языке. Этот учебник абсолютно коммуникативный, потому что он реально учит общаться, опосредственно, непосредственно, но мы видим постоянную массу, массу интересных и ярких заданий, посвященных этому коммуникации. Этот учебник формирует важные скиллы, важные навыки, да, этот учебник, который действительно выстроен на системно-деятельностном подходе. И не потому, что это требования в ГОСТ, но вот так просто сложились, так вот звезды сошлись, что действительно, но нет ни одного теоретического задания в этом учебнике. Даже наша с вами грамматика, она не подается никогда непосредственно, скучно, через какие-то непосредственные правила. Нет, она выводится через текст, через какие-то интересные конструкции, которые просто потом как бы, ну, говорят ученику, да, и учителю, вот здесь что-то новое с точки зрения, да, грамматической системы, давай разберемся. А вот если ты хочешь уже разобраться глубже, для этого есть Grammar Bank, есть Grammar Reference, да, различные дополнительные КМК-приложения. Здесь, конечно, нужно дать должное, Радиславу Петровичу представить так полноценно грамматику на таком хорошем, качественном уровне, при этом сохраняя вот этот коммуникативный подход и системно-деятельностный подход, конечно, он молодец. И поэтому, если вы берете дополнительную УМК Starlight, посвященную грамматическим вот вещам, здесь просто, конечно, кладется информация. Мне кажется, ну, мало сегодня можно найти на российском рынке качественных учебников грамматики, где вот действительно с позиции подростка, да, объясняется то, что надо понять и принять. Но, чтобы это сделать, надо действительно вот в это погрузиться. Погрузиться при этом не спеша, но при этом, чтобы это не было скучно, чтобы это не было сложно. Поэтому много схем, много различных ярких примеров, задач. И, конечно, здесь низкий поклон авторскому коллективу, что они все это сохранили, продумали, и грамматика действительно не демотивирует. Вот это тоже очень важный момент, когда учебник перегружен грамматическим материалом, скучным материалом, неинтересным, однообразными заданиями. Да нет, даже если какие-то выполняются упражнения, то они часто и очень часто связаны с коммуникативным подходом. Что-то случилось, что-то произошло, что-то узнать снова новое, но при этом поработать, скажем, не знаю, со скобками раскрывая те или иные времена или видовременные формы и так далее и тому подобное. Этот учебник, конечно, прямо вот сквозит этой важной третьей буквой К, буквой когнитивного развития, вообще развития человека, развития ученика, потому что все задания, они выстроены на то, чтобы действительно развивать ребенка, чтобы помочь ему открывать мир языка и научиться, учиться в этом мире, в этом лингвистическом языковом мире. Это действительно дорогого стоит и это прекрасно реализовано в данном ОМК. Ну и, конечно, это учебник культурологический, посмотрите. Мало того, что там есть разделы Culture Connets, которые непосредственно вас знакомят с историей, с географией, с культурой, с жизнью англоязычных стран. Масса интересного материала социокультурной направленности, где пересекается Россия и другой мир, где можно вот это найти действительно противопоставление, найти схожесть, различия, узнать, как рассказать на чужом, другом, иностранном языке о своей культуре, о своей литературе, о своей жизни, о своей кухне. Ну, обо всем можно поговорить, используя учебник Starlight. С пятого класса вот шаг за шагом это формируется, и это меня, конечно, просто всегда, ну, умиляет в хорошем смысле слова и действительно увлекает, как учителя. Сами тексты, они показывают, что мы все давно живем в глобальном мире, что мы все globe-trotters. И вот то, что вы можете путешествовать с ребятами, а им это реально интересно. Это действительно тоже важно и об этом тоже стоит не забывать. Сама технология урока, она вот классическая, продуманная. То есть идет вначале формирование навыка. Навык постепенно отрабатывается. На этапе формирования навыка и совершенствования навыка, ну, нет никаких инструментов, чтобы там оценивать, контролировать. Да нет, это все развивает, это все действительно работает на мотивацию. Затем наступает момент развития речевого умения, когда человек уже чему-то научился, что-то приобрел, может быть, в пассивном, таком перцептивном остатке, но теперь это выходит на его продукцию. Он может с этим работать, применяя на практике продуктивные виды речевой деятельности. Продуман очень четко контроль учебных достижений, много дополнительного материала. Причем вот эта же снова лексика, она постоянно вращается от навыка формирования до прям контроля рефлексии. И, конечно, мощная рефлексия. Вообще, без рефлексии современного умения труднопредставляемой, Астерлайт так продумал, чтобы ребенок постоянно задумывался и велил в себя, потому что на рефлексии важно не сказать, что он все плохо сделал, а помочь разобраться, что не получилось. И здесь снова масса хороших материалов. Вот это воодушевление «you can», «I can» постоянно сквозит, проходит через весь учебник и мощно мотивирует, мне кажется, всех, кто изучает английский язык. Поэтому здесь вы найдете интересные, познавательные, увлекательные тексты. Учитываются возможности то, что дети разные, есть аудиалы, визуалы, тактила, дети сегодня дигиталы, цифрового поколения. Это все заложено в учебнике, начиная с самого первого учебного текста, который можно и слушать, и читать, например, и что-то вписать, что-то выделить, что-то отмаркировать. То есть мы с ребятами прямо весь этот арсенал мощно используем, потому что это тоже и формирует, во-первых, культуру, в том числе лингвистическую, работы с текстом, и в то же время это постоянно какие-то интересные разнообразные задания. А чем больше разнообразных заданий, тем меньше ребенок отвлекается на уроки, потому что здесь нету скуки. Здесь даже если текст звучит, то он с музыкальным оформлением, которое позволяет ему как-то вот открыть для себя новую культуру той или иной страны, не обязательно англоязычной. А если это какие-то задания, то они часто идут. Задания связаны на догадку, на формирование компенсаторики, критического мышления. Масса интересных, ярких заданий на формирование навыков критического мышления. Конечно же, работает автономия. Вообще выстраивается мощная дополнительная индивидуальная траектория. И я уже говорил, что даже если у вас небольшое количество часов, это совершенно не умаляет достоинства учебника. Вы можете просто сформировать для каждого ребенка его индивидуальный полет в этом учебнике. Посмотреть, что реально для него можно создать, а где может быть для всего класса, для других детей это не нужно сделать. И, конечно же, мы увидим массу разнообразного материала для развития умений письменной и устной речи, которые тоже вселяют вот эту надежду, уверенность в ребенка в том, что он сможет, что он справится. Посмотрите, вот с самого начала учебника, вот здесь я взял примеры из 9 класса, они же сразу позволяют ребенку понять, чем он будет заниматься. Как бы сформировать свою собственную вот эту культуру реверсивного планирования. Давай посмотрим, к чему мы придем, от чего мы будем отталкиваться. Тут же сразу какие-то занимательные факты. Обязательно часто перекликается over to you, потому что ну не интересно только вот про других. Хочу и про себя рассказать. И с этой целью вы найдете массу вещей, когда все сравнивается. Вот мы прочитали про стиль жизни этих людей. Давай расскажем, что у тебя. Мы прочитали про то, как они делают. Расскажи в группе, в парах, в двойках, в тройках, индивидуально отработав, что с тобой происходит. Тебе постоянно дается поддержка в виде стали скилл. То есть ты можешь растеряться, но при этом ты не растеряешься, потому что есть материал, который позволяет тебе это сделать. Масса работы связана с тем, что надо постоянно думать, постоянно выстраивается форма collaboration skills, потому что мы работаем не только индивидуально, но и в парах, тройках. Это очень здорово. Мне очень нравится, что в учебнике развивается идея очень важная для человека 21 века, как time management. Постоянно, жестко лимитируется время. Это, во-первых, интересно, потому что делает урок более динамичным, а во-вторых, это очень важно сегодня на этапе, потому что мы постоянно имеем возможность четко, синхронно работать. Ага, три минуты, больше нельзя. Давайте постараемся идеи. Набросайте, сделайте, обменяйтесь. И вот это работает постоянно. Ну и, конечно же, масса проектной деятельности, потому что сегодня дети так устроены, им нравится делать какие-то совместные интересные вещи, что-то искать, используя интернет. Сам учебник говорит, давай найдем, давай посмотрим, давай сделаем. Но при этом дается схема, план. То есть те моменты, которые реально помогут сформировать эту культуру информационно-технологического, скажем так, движения, продвижения прогресса, ну, конечно, грамотно выстроить все эти вещи. Одним словом, Starlight, вот я в этом абсолютно убежден, работая по нему так уже много лет, он мотивирует, как учителя, мы про CPD с вами уже говорили, так и ученика, потому что здесь есть возможность постоянно совершенствоваться в английском языке. Я реально считаю, что это можно сделать, вижу много интересных ходов, снова готов отвечать на ваши вопросы, делиться своим опытом, как я это делаю, как у меня это получается. Сегодня мы перешли вот в цифровое оформление, потому что мы работаем часто в дистанционном режиме. Там тоже масса есть вещей, которые позволяют действительно постоянно делать урок динамичным, а значит, постоянно ребят мотивировать. Одним словом, good luck, attend you, и я исключительно буду рад, если вы мне зададите вопросы, и мы с вами снова сможем пообщаться, потому что это действительно здорово, что у нас есть возможность поговорить вместе, обсудить, ну, и получить какой-то вот это, какой-то фидбэк, такой очень важный для нас сегодня, потому что без этого сложно представить свое развитие. Одним словом, удачи. Спасибо, друзья, что вы находите время и смотрите наши мини-лекции. Удачи. Продолжение следует...